Санкции в отношении России являются антиэкономическими, противоречаты здравому смыслу и логике глобального развития Евразии. Так считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В интервью ведущей программы «Мнение» Евелине Закамской казахстанский лидер поделился своими мыслями о двусторонних отношениях, перспективах нового шелкового пути и о том, как Россия и Казахстан вместе могут защищать свои национальные интересы. Господин президент, здравствуйте и благодарю вас за то, что нашли время для нас сегодня. Господин президент, завершившийся недавно экономический форум в Астане прошел под заголовком «Инфраструктура – драйвер устойчивого экономического роста». Это совпадает и с той политикой, которую сейчас проводит Казахстан, и с теми геополитическими трендами, которые наметились в Евразии. Оправдываются ли ваши ожидания в верности выбранного пути, находите ли вы адекватное понимание и поддержку ваших партнеров? Сейчас в условиях продолжающегося кризиса инфраструктурное развитие действительно является драйвером. Это было показано в истории. Именно Великая депрессия 20-30-х годов в Соединенных Штатах Америки преодолевалась Розвельтом в результате развернутого инфраструктурного развития, когда было построено миллион километров дорог, тысячи школ, больниц. И там люди нашли себе работу и точка роста экономики. Так что мы не первые проходим, надо историю изучать. Когда мы развернули эту работу, как раз тема форума сама вырослась, что будем говорить об инфраструктуре. Тем более это очень важно для всего евразийского большого субконтинента. Почему? Потому что кризис этот случился для Казахстана по крайней мере по двум внешним причинам. Первое – снижение стоимости экспортных товаров, нефти и газа, металлов, которые мы торговали. Это касается и России. Точно так же у нас одинаковая экономика. Во-вторых, конечно, вот эта санкционная политика, незаконные санкции без одобрения Организации Объединенных Наций, они, естественно, мешают росту экономики России. Россия для нас огромный рынок и сосед, и мы связаны с Евразийским экономическим союзом и влияют на нас. Ну, здесь есть двоякое язык для Казахстана и польза. Также отрицательная сторона заключается в том, что когда колебания руля происходят, цены меняются в двух сторонах, в одних дешевле, в одних дороже, и народ начинает колебаться и наносить друг другу урон. Ну, поскольку мы находимся в одном таможенном союзе, мы быстро эти вопросы решаем. И, в общем-то, издержек было не очень много. В то же время, возможности открывшиеся российского рынка для наших особенно продовольственных товаров позволило Казахстану больше вывозить товаров в Россию. Ну, вернемся к инфраструктуре. Инфраструктура для нас важнейшая показатель экономики, потому что Казахстан не имеет выхода от моря, океаны, государства, находящиеся в центре материка. И для нас море – это население Китайской Народной Республики и Российской Федерации. То же самое море. Море используется для того, чтобы найти рынки. И здесь транспорт имеет огромное значение. Мы все годы независимости занимались инфраструктурным развитием, чего никогда в истории нашей земли не было. За эти годы мы построили более 3000 километров железных дорог, новых – 4500 километров автомобильных, и 20 тысяч отремонтировали, строили тысячи школ, больниц, которых никогда не строилось на нашей земле. То есть продолжали. Но хочу сказать о том, что 20 лет, создавая государство, создавая экономику, реформируя, мы подошли к какому-то уровню, когда существующих ресурсов и того, что у нас есть, исчерпано до дальнейшего роста. Всегда экономика развивается таким образом, надо находить новые пути роста, и мы были в этих поисках. Здесь вот инфраструктура – это не просто строительство автомобильных железных дорог. Для того, чтобы строить эти дороги, очень много чего нужно. То есть мультипликалиевный эффект вокруг этого. Здесь нужен щебень, асфальт, и бетон, и металлы, и мосты там, и так далее, строятся. Вдоль железных дорог появляются новые населенные пункты, люди начинают получать работу, они получают зарплату, бюджет получает деньги. И это помогает восполнить те издержки, которые мы теряем за счет уменьшения цен. Здесь как раз совпадение того, что Китайская Народная Республика сказала о возрождении пояса Великого Шелкового Пути. Казахстан прямо стоит на пути этого Шелкового Пути. И здесь для России простор тоже очень большой, потому что Восточная Азия, Тихоокеанский регион – огромный рынок, который хочет ввести товары в Европу, а через океан – это идет 40-30-40 суток. А здесь мы видим, что за две недели можно те же товары по суше возить. И мы встраиваемся в это. И фактически в эту инфраструктуру уже мы включились. Поэтому инфраструктурное развитие – это наше новое направление, на которое мы надеемся. Но не каждое государство это может себе позволить. Для этого нужны ресурсы. И мы эти ресурсы копили для того, чтобы не проедать, использовать для развития. Вот как раз этим мы и занимаемся. Первое – это индустриализация, инновационная политика, строительство новых предприятий, других, чем сырье. И второе – это инфраструктурное развитие. Мы верим, и это рассчитано, и это обеспечено финансами, что это даст Казахстану не упасть в рецессию. Поддержит рост. Раз уж вы сами упомянули о санкциях как о факторе давления на экономику, мне интересно ваше мнение, как, наверное, одного из самых мудрых политиков на постсоветском пространстве. Как вы думаете, к санкциям нужно привыкнуть как к объективной реальности или все-таки рассчитывать на их отмену в ближайшее время? Таким санкциям привыкать невозможно, потому что они бывают очень редкие, и это называется смешение политики с экономикой. Санкции мешают всем. Пусть не думают, что страдает, допустим, в данном случае одна только Россия, страдают все. И мы это хорошо знаем. Не всем нравятся в Европе взаимные санкции. Во-первых, европейские все деловые люди потеряли огромный рынок в России, где могли вкладывать деньги, зарабатывать свои капиталы. Во-вторых, с российской стороны тоже издержки большие из-за этого, понятно, с обеих сторон. Так что никто в выигрыше не находится. А что касается трудностей, которые переживает Россия или другие страны, а когда их не было? Когда их не было? Советский Союз под санкцией находился все свои 75 лет жизни. Правильно? Мы помним санкции Олимпийских игр 1980 года, а после Афганской войны вообще сплошные санкции. Но жили же, да? Жили. То есть эта история не нова, да? Да, не нова. Ну а зачем такие издержки, когда можно развиваться, а не бороться с этими трудностями? По-моему, понимание в мире есть. Это связано, естественно, с большим несчастьем, которое случилось в Украине. Событиями. Прежде всего для самого украинского народа, которому я питаю искреннее чувство дружбы. Правда. И они вот попали в такую ситуацию. И получился этот конфликт. Вот рикошет там сказывается на России, безусловно, да? И вот здесь, мне кажется, даже любые мировые войны даже заканчиваются переговорами, в конце концов. Бывшие противники, которые яростно друг друга убивали, потом находят общий язык. И этот кризис тоже закончится. Так надо, чтобы оно скорее закончилось, чем. И я со своей стороны все делаю, чтобы это было. И когда меня просят посредничать, я не жалею ни времени, ни сил. Иду, встречаюсь, говорю, чтобы встречались. И здесь только руководители, встречаясь, на условиях компромисса, могут найти общий язык. Я не вижу там неразрешимых проблем. Я сейчас, например, наблюдаю, что как российская сторона, так и украинская сторона подошли к тому периоду, когда надо этот вопрос уже решать и разрубить этот узел. Надо, чтобы это скорее случилось. Европейские лидеры тоже этому хотят. И период, и время очень такое хорошее. Так что санкции одобрять невозможно. Санкциям привыкнуть невозможно. Санкции вредные. Это антиэкономическая, вообще-то, политика. Великий шелковый путь. Инициатива китайского лидера Си Цзиньпиня совпала, как нельзя, с требованием времени. И, в конце концов, эти экономические проекты должны привести к геополитической стабильности на всем континенте. Вопрос, как здесь выступать. Единым Евразийским экономическим союзом или поодиночке? Вот то, что вы говорите, самый лучший путь. Единым Евразийским экономическим союзом. Ну, в целом, дело к этому идет. Великий шелковый путь через Персию, Среднюю Азию, Казахстан проходил, мы помним. Через Северный Кавказ, Волгу проходил. Через Казахстан, через Россию. То есть мы все здесь завязаны. Ну, это когда-то было во времена Марка Пола и раньше шелковый путь. Сейчас шелковый путь – это железные, автомобильные дороги, авиация и так далее. Он, может быть, символично такой. На самом деле речь идет о связи, коммуникациями все наши государства. Мы давно над этим занимаемся. Например, от порта Ленинган в Желтом море, в Тихом океане Китайской побережья, протянута железная дорога через Казахстан в Каспийское море. Уже идет. Я думаю, что в ближайшее время мы по 200 поездов будем пропускать. Контейнеры уже в Россию, в Европу идут. Второй переход, Харгос, на юге от Алматы, 30 километров открыли два года назад. Он тоже идет до Каспийского моря. Кроме того, в прошлом году мы по берегу Каспийского моря соединили железную дорогу с Ираном и вышли в Персидский залив на порт Бандарабас. То есть, эта дорога связала все государства Персидского залива и не только. Оттуда близкий выход к западным берегам Индии, на Мумбай и мудро другие города. И пакистанский берег. То есть, открываются огромные транспортные артерии для Казахстана, для России, для всех центрально-азиатских государств. И в целом, то есть, то, что необходимо, когда имеешь общую дорогу, так и дружишь с этими, потому что никто не хочет, чтобы эта дорога прорывалась где-то. Хочется, чтобы эта дорога везде работала. Поэтому это объединяет экономики, объединяет людей и вызывает доверие. И кроме вот этой железной дороги, которую я сказал, есть автомобильная дорога. Китай, Западная Европа. Европа, Западная Китай. 8 тысяч километров. Из них изрядно проходит через Россию. У нас 2700 километров мы завершаем. В этом году это самый настоящий, что у меня есть автобан. Приятно ездить. У нас уже кусок здесь есть, 250 километров до Борового. Но мы построили с выходом в Россию. Теперь осталось соединиться с Казани, дальше Москва, Санкт-Петербург и в Европу. То есть здесь Россия участвует. Эта дорога заканчивается, автомобильная дорога, железная дорога заканчивается. Так что уже это идет. Но экономический поезд, шелковые пути связывает кроме всего экономическое промышленное строительство вдоль дороги. И вот Азиатский банк инфраструктурного развития, который создан при лидерстве Китайской Народной Республики, я знаю, что Китай вкладывает туда 50 миллиардов долларов, Россия 30, Казахстан участвует как учредитель. Это большая перспектива для всех, для нас. И для России, и для Казахстана, для всего Евразийского экономического союза. Подключение нашего союза к нему, он укрепляет Евразийский экономический союз и создает условия для торговли. Это точно. Вы не опасаетесь китайской мощи? Ведь все те проекты, о которых мы сейчас упомянули, они, с одной стороны, могут действительно иметь мультипликативные эффекты для национальных экономик и для Евразийского союза, а с другой стороны, могут быть реализованы на китайские деньги, с китайскими технологиями и, может быть, даже с китайской рабочей силой. Это известно мне. Такое мнение есть в России, такое мнение есть в Казахстане. Большой Китай с огромным населением как бы захватит и так далее, и так далее. Но на это нужно отвечать. Но если так жить, что будет через тысячи лет, то сегодня ничего не будешь делать. Есть же какие-то правила экономики и взаимодействия международной экономики. Я думаю, что это такие, знаете, фантомные страхи, под которыми мы живем. Что плохого, если сегодня Китай имеет возможность инвестировать на определенных условиях. Мы сейчас накануне заключения очень большого договора с Китайской Народной Республикой на строительство около 38 предприятий. Из этих 38 предприятий больше 20 заключается с нашими частными компаниями. И из них 18 Казахстан участвует как соучастник. Остальные просто берутся кредиты. Так что даже обязательств государства нет. Поэтому я думаю, что то, что Россия совместно с Китаем сейчас расширяет большие проекты по поставке газа, нефти туда, строительства дорог, чтобы притянуть Юго-Восточную Азию, всю Азиатский регион, Тихоокеанский, подключить к экономике России, я считаю, ничего здесь страшного нет. Политической какой-то угрозы, военной угрозы тем более нет. И надо учесть, что мы состоим в одной организации, Шанхайской организации сотрудничества. И в рамках этой организации развиваемся. Вы понимаете, я думаю, что в конце концов ШОС и ВРОЗЭС, они очень сходят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова